Сейчас эти акведуки используются для электрички. Напишите, друзья, в комментариях, как вы думаете, что это? Друзья, если все книги собрать, у нас такая же библиотека будет. Подводная лодка – это просто нереально. Оно как футбольное поле. Спасмен. Спасмен. Ребята, за границей – это мы, заграничники! Всем привет! Друзья, а у нас второй день в Рио. И мы решили посмотреть самые прикольные места. Даунтаун, типа, тут офисные центры, очень много офисных помещений. И сегодня пятница. Нам сказали, в субботу, воскресенье здесь лучше не появляться. Но в пятницу, типа, окей. Народа много ходит, можно ходить. Первая точка, которая у нас – это лестница Саларона. Одно из самых популярных мест. Разукрашенная лестница, очень красиво. Идем посмотрим. В общем, классная лестница. Можно прийти, сделать классные инстаграмовские фотки. Очень много мозаики. Причем в апреле сейчас народу, в принципе, не так уж и много. А можно найти минутку и сфоткаться. Но там подъезжает автобус туристический. Просто народу тьма идет. Так что, пора гнать наверх. В общем, перепад очень большой. Поднялись на лестницу, там все очень красиво. Музыка играет, ребята играют на гитаре, все классно. А сюда поднялись, и тут фавелы. Вот, начинается, видно туда дальше. Но мы туда не пойдем, мы спускаемся, идем вниз. Идем как ведукам теперь. Следующая наша точка – акведуки и огромный собор. Ну, а мы, спускаясь с горы, пришли как раз смотреть на эти потрясающие акведуки, построенные в 18 веке для того, чтобы пускать воду в район. А сейчас эти акведуки используются для электрички. Мы пришли к очень необычному зданию. Напишите, друзья, в комментариях, как вы думаете, что это? А на самом деле это собор. Святого Себастьяна. Построенный в 1976 году. Самый необычный собор, в котором мы были. Это вообще одно из самых необычных зданий, в котором мы были. С одной стороны такой простой, то есть у него такие серые окошечки, а с другой стороны вот эти гигантские окна. Что-то нереальное. Просто космос какой-то. Очень интересно сделано здание, что здесь нету кондиционера. На улице очень жарко. Кондиционера здесь нет, но при этом здесь очень приятно. Тут не жарко, тут такой приятный воздух. Видимо, потому что здесь все вентилируется, а бетон охлаждает. Помещение гигантское. Мне кажется, здесь поместится, наверное, несколько тысяч человек. Может здесь присутствовать во время службы. Ну а мы пришли на следующую значимую точку в Рио-де-Жанейро. Это португальская королевская библиотека, основанная в 1837 году. Здесь просто миллионы книг. Сколько мама книг каждый раз перевозит из страны в страну. Друзья, если все книги собрать, у нас такая же библиотека будет. Только с детскими книжками. Выглядит, конечно, это грандиозно, но сильно не хватает читального зала. Вот если бы сейчас еще тут здесь сидели люди, читали, и так абсолютная тишина была бы вообще. Было бы просто супер бы такое место было бы такое очень тихое, спокойное. Но здесь, в принципе, люди постоянно заходят, выходят. Очень быстро народ меняется. Друзья, мы на самом деле попали супер в удачное время. Мы вообще не стояли в очереди, пришли и сразу зашли. А здесь сейчас собралась очередь в эту библиотеку просто там человек 50. Уже человек 20 зашло, еще 50 человек ждут. Ну а мы пришли в одну из самых красивых церквей города Рио-де-Жанейро. Церковь Сан-Франциско де Пауло. Погнали, посмотрим. Друзья, что можно сказать всем, кто гуляет в этом районе, обязательно зайдите, посмотрите. Потому что с виду вроде здание непримечательное, ну то есть храм как храм, небольшой храм, но внутри потрясающей красоты. Очень много лепнины, вот это из глины очень сделано, очень много разных красивых узоров, фигур. В общем, однозначно лайк, очень понравилось место, такое очень душевное, такое благодать такая. Друзья, еще сегодня утром мы здесь были, вообще почти никого не было. И тут на тебе уже к обеду такая движуха. Растелили все. Да, расстелили все, вся улица забита просто рынком. Ну а мы подошли на площадь 15 ноября. В 1889 году Бразилия получила независимость и сформировалась как нынешнее государство. Именно на этой площади. Здесь теперь организовали скейт-парк. И здесь еще есть гигантский скейт. А теперь мы поехали в морской военный парк. Ну не морской и... Да, в морской военный музей. Шли-шли, буквально смотрим, какие огромные вертолеты стоят. Там самолеты. Взрослые самолеты. Думаю, прикольно, надо зайти. Смотрим, да, открыто все. Цена билета 20 реалов на взрослого и 10 реалов на ребенка. Так что пойдем смотреть. Очень душно. Очень душно. Да, у них, конечно, нос прям аккуратный. Аккуратно, еще провод, да, всякие сядут в танке? Да. Это же военный, да? Так, ну что, кто пилот? Малечка с мамой? Нет, нельзя быть пилотом. Пассажиром можно? Пассажиром, да. Не пассажиром, а наводчиком. Или навигатором. Мы приступили к самому интересному. Это подводная часть, это лодки. Когда смотришь очень разные военные техники по телевизору, она не кажется, что она такая огромная. Вот, например, здесь подводная лодка, это просто нереально. Оно как футбольное поле длиной. Просто гигантская подводная лодка. Пойдемте посмотрим, что внутри. Представляете, какая гигантская торпеда, ракета. Это просто нереально вообще. Наверное, где-то метр в 15 длиной. В подводной лодке надо быть очень аккуратным, можно так бахнуться головой. Представляете, люди на лодке, да, по полгода живут. Вот здесь кто-то спит, а мне кажется, вот прям внизу, по уровню полу спит, да? Да, кто-то вот раз, два, три. И причем, а кто-то наверху, мне прям вентили все эти есть. Как пластар. Все-таки самое такое, это в серединке. Нет, самое страшное, что... Нет, это худшой. Это было вип местный здесь. Можно и посидеть, и переезжать. Настоящую подводную лодку разместили прямо, сделали как музей. Друзья, всем обязательно для посещения. Вот мы, например, первый раз в таком музее. Причем эта лодка прямо стоит реально на... В воде. В воде. В воде, в общем, в воде. А здесь уже это отдел механиков, кто управляет двигатель подводной лодки. Кстати, вот интересно, какой двигатель у этой подводной лодки. Что-то мне подсказывает, что это просто бензиновый двигатель, то есть на топливе ездит, не атомный. Написано «Defensive Torpedes». То есть такое ощущение, как это защитные торпеды. Может быть, когда стреляют в подводную лодку, и за ней летит, ну, плывет торпеда, да, догоняет ее. Может, здесь какие-то сбрасывают что-то. Вот, чтобы не попало в подводную лодку. Все, конечно, такое здоровое, добротное, конечно, сделано. Друзья, офигенный вообще музей. Прямо мне зашел очень. Вот эта подводная лодка стоила каждого потраченного реала. Кстати, получается, в рублях всего 200 с чем-то рублей мы заплатили за эту экскурсию. Ну, на самом деле, очень интересно. А мы подошли к переду подводной лодки. И что, Маюш, там торчит? Гигантская пушка. Гигантская торпеда. Мы там будем взаимые в виде из двух страны. Причем видно, что один отсек открылся, вот оттуда подалась. И там есть, с другой стороны, еще один отсек. Мы, когда внутри были, видели, что там два отсека под торпеды. В общем, выглядит, конечно, это суперогромным. Мы идем смотреть на еще один огромный корабль, военный корабль. Уселись прямо здесь такие, но очень удобные лавочки. И чувствуем, как из-под ног уходит земля. То есть нас постоянно качает. То есть реально корабль привязан этими канатами, но он находится на воде, его качает. Здесь уже более комфортные седательными капиталами. Здесь уже большая койка достаточно с подушкой. Там не было подушек. И здесь есть раковина. И еще какая-то кабинка с картой. Суперинтересное место. Это место, куда устанавливали флаги. Кто разбирается в флагах морских? Расскажите, что они обозначают. Ну что, друзья, посмотрели мы этот огромный крейсер. Ну тут, конечно, намного меньше кают доступно для просмотра. Но, в принципе, так, немножко показали саму кабину капитана там. Ну, мало. По сравнению с подводной лодкой, вообще всю можно посмотреть. Мне подводная лодка намного больше понравилась. Друзья, но самое главное, вот самый главный вывод какой. Я надеюсь, что скоро таких музеев будет намного больше. Прекратят эти военные всякие действия и так далее. Вот это, чтобы люди просто ходили, смотрели на это, но не пользовались этим. Надеюсь, все солидарные, смотрящие с нами. Мы очень долго ждем по даунтауну, и оказалось, что это очень интересное место. Здесь сразу и забор, и современные такие здания, довольно современные. Потом какие-то совсем и ретро здания, которые потертые уже, такие даже некоторые без окон. И все в одном флаконе. И на каждой улице есть какая-то достопримечательность. Очень необычное место, и по нему очень интересно гулять. Так что, если будете в Рио-де-Жанейро, приходите сюда погулять. Главное, делать это днем, до заката. Желательно в будние дни, потому что по выходным бывает опасно. Даже вот здесь можно видеть, вот интересная очень застройка. Здесь суперсовременные дома. Дальше идут такие старинные здания, а за ними суперсовременные дома. И снова военная база Бразилии. Мы подошли к последней точке на сегодняшний день. Мы сегодня так уже устали. Мы прошли весь старый город. И последняя точка называется музей завтрашнего дня. Или музей будущего. Да, или музей будущего. В Дубае мы не успели посетить, потому что там очереди были на месяц вперед. Билеты были раскуплены. Здесь, надеюсь, мы сможем посетить этот музей. Погнали смотреть. На взрослого человека билет стоит 30 реалов, что в переводе примерно 6 долларов. Ну или там 400 рублей на данный момент. На детей 200 рублей. А бабушка наша могла пройти бесплатно. А мы уже оплатили. Товарищ подошел очень веселый и сказал, что на самом деле для взрослых, для пожилых людей платить не надо. Все бесплатно. Проблема такая, что многие стенды даже не переведены на английский язык. То есть только на португальском написано. Из-за этого вообще непонятно, о чем это речь. Видно, что леса Бразилии, леса Амазонии, Амазонки, 6 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Представляете, это все леса Амазонки. Но, кстати, видно, что до Аргентины не достают леса Амазонки. А мы в настоящем лесу Амазонки живем. В Рио-де-Жанейро. Друзья, мне кажется, я понял вообще суть этого музея. То есть, знаете, это как будто Ноев ковчег. Он закроется, такой, как космический корабль. И люди здесь будут жить и уплывут, когда наступит беда на нашей дорогой земле. Идем в космос. И мы заходим в космос. Идем в космос. Посмотрели мы такой небольшой фильм. Очень понравился. Прямо, я считаю, вообще очень классно сделана эта 3D-анимация. 3D-эффект даже без очков. Как будто погружение полное. Очень приятная музыка, очень классный звук. Минус единственное, что говорили только на португальском языке. На английском ничего не говорили. И даже субтитров не было. Но там вроде было написано, что можно где-то там что-то почитать эти субтитры. Но в сумме все равно очень понравилось. Очень интересно сделаны такие компьютеры. И нам дали на входе вот такую карточку. Это английский язык. Мы его вот так подносим. И начинается английский язык с самого начала. Но правда все равно говорят все на португальском. А английский только субтитры. Рассказывается про ДНК. Интересная комната. Еще один куб, в котором рассказывается, как образовалась жизнь на планете. Мы подошли к очень интересной выставке. Тут про панелька такая. Рассказывает, у кого какой мозг. Видите, в среднем у человека 75 килограмм. Всего 1,5 килограмма мозг. Ну, 1,4 килограмма у дельфина, 1,5 килограмма на 120 килограмм. Но самый огромный мозг, представляете, 58 тонн у кашевота, 6,8 килограмм мозг. Есть один нюанс, что по соотношению масса тела к массе мозга у человека самый большой мозг. По соотношению, да. И самое большое количество нейронных связей у человека в мозгу. На втором месте дельфин, на третьем месте шимпанзе, потом волк идет, потом попугай, потом лев, бегемот и кошелот. Наверное, вот самая классная комната. Мне больше всего понравилась вот эта. Лежишь на диванчиках и смотришь, как человек влияет своими действиями на природу, на изменение климата. Просто капитально. И очень классно подобрана музыка, визуальный ряд. Очень классно. Прямо однозначно лайк. Какое завтра вы можете себе представить? Ну, или последняя комната. Какое. Очень классный компьютер. Нам предлагает выбрать, где вы живете. Выбираем. Мы не живем не в Бразилии, мы живем в другой стране. И первый же вопрос, сколько мяса вы едите? Мы едим море. Да, мы не едим мясо. Давай посмотрим дальше. То есть не всегда мы пользуемся одноразными... Елизавета правильно пользуется одноразными. Не одноразными, наоборот. В сомнении с соседями сколько мы генерируем мусора? Я с соседями даже не знаю. Наверное, вот столько. Мы не так много кушаем. По чуть-чуть. Наверное, вот столько. Я не люблю. Лакшери кондаминим. Дальше идем. Лакшери кондаминим. Ладно, у нас лакшери кондаминим. То есть мы большая семья живем. Я стараюсь дома. Сколько берем. У нас 8 человек живет, да? В большой компании живем. Do you have electric you home? Yes. Кафе же. Конечно. Да. Дальше. За меня живем в двоих дерева. Из дерева? Нет. Ну вот где мы сейчас... Ну у нас в основном брик, ну то есть камни получается. Ну к сожалению у нас вообще ничего. Из возобновляемых у нас вообще ничего нет. Стараемся технику всегда очень хорошую покупать с минимальным количеством потребления энергии. Дорогую технику. Вот так. И что мы будем в чем-нибудь? Да. На мотоцикле нет. Так, у нас экономная машина. Байка нету. Ну я, наверное, никогда не... Да, у нас полная машина всегда. Машина, да. Нет, а что, мы в основном не используем вообще страну. Самое часто очень. За сколько до часов мы летаем? Ну последний раз мы летали 20 часов. Ну нет, каждый год. Сколько часов? А, каждый год, наверное, сколько? 20 часов. Вот самый длинный перелет. Ну давайте поставим всего 40 часов. Ну... О, очень реально классная штука. Но мне первый вопрос сразу понравился. Едите ли вы животных? Вот, ребята уже задумываются. Первый же вопрос. Вот. А мы есть животных, где едим? И всем советуем не кушать животных. А эта комната показывает, как количество СО2 в атмосфере влияет на погоду. Потом как меняется климат. Из-за того, что количество СО2 постоянно повышается. И с каждым годом количество углекислого газа в атмосфере повышается. Приходим в последнюю комнату. Уже комната будущего. Какие будут современные, суперсовременные материалы, суперсовременные исследования. Пойдемте смотреть. И последняя комната этого музея называется Чуринга. Детям в Австралии, в всяких племенах, рассказывают истории, мифы, разные древние сказки. И данный музей поставил эту штуку, чтобы сделать некий мост между прошлым и будущим. И вот таким образом они связывают, чтобы люди передавали то, что они увидели детям и так далее. То есть как бы связующее звено. Спортмен. Спортмен. О-о-о-о! Пальчики хватит. Ух ты! Еще очень классная комната, понравилась. Можно померить свой пульс и потанцевать немножко под свой ритм сердца. Музыку подбирают под кардиоритм. Вот такой интересный день у нас сегодня получился Второй день в Рио Я считаю, он прошел суперинтересно Музей очень нравится, чтобы все посетить Да, музей, конечно, закончили Мы этот день прям вообще с шикарным Просто нереально красивым музеем Если вам понравилось это видео, ставим лайки Подписываемся на канал И всем пока-пока